Что может быть романтичнее? Он режиссер, а она актриса. Сегодня готовить вкусно мы будем вместе с Андреем Габышевым и Ксенией Зыковой. Здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте всем! Андрей Габышев и Ксения Зыкова. Творческая семейная пара. Режиссер и актриса Русского драматического театра имени Пушкина. Вместе они уже 10 лет. У них двое замечательных детей. Супруг очень любит готовить и радовать семью различными вкусностями. А Ксения ему с удовольствием в этом помогает. Расскажите, что же мы сегодня будем с вами готовить? Основное блюдо у нас сегодня это куриные чупа-чупсы. А из неосновного это будут тосты утренние, легкие и небольшой десерт. А почему именно такой набор блюд вы сегодня решили приготовить? Потому что на самом деле это достаточно быстро можно приготовить, легко и в принципе чуть необычно, что ли. У меня дети любят очень, допустим, спрашивают, когда папа ты опять приготовишь. Куриные чупа-чупсы, они такие прикольные. И у меня дети это спрашивают, когда папа приготовит куриные чупа-чупсы. А я свой выбор могу оправдать тем, что в этой семье готовят муж. А мне достается вот что-то такое лайтовое. И слава богу. А какой вот секрет, что нужно сделать для того, чтобы мужчина в доме готовил? Нужно выбрать правильного мужчину, я считаю. Хорошо, так, ну давайте тогда начнем, наверное. Как делаются куриные чупа-чупсы? Вот ни разу не слышала о таком. И мне вот прям интересно и любопытно. На самом деле вариаций достаточно много. Мы будем готовить одну из них. То есть можно делать во фритюре, можно на гриле делать. Мы сейчас будем делать один из самых простых способов, так сказать, в домашних условиях. То есть для начала мы берем ножку, отрезаем вот косточку, да, вот эту вот. Потому что она нам не понадобится. Так, так, это все мы выкидываем. Мы делаем следующим образом. Делаем что-то вроде чупа-чупса из ножки. Массаж курицы. Выглядит так. Да, я понимаю, почему это делаете. Вы просто наносила, конечно. На самом деле это достаточно легко. Вот. Вот делаем такие вот заготовочки для начала. Все на самом деле очень быстро. То есть и удобно, допустим, если срочно идут гости, да, и надо срочно что-то приготовить. Это делается все очень быстро и просто. Надо же, вот сколько готовила курицу, ни разу не догадывалась сделать что-то подобное вообще. Но это очень забавно и интересно. А где вы нашли такой рецепт? Это старинный семейный рецепт. Секретный ингредиент из секретно-ингредиентного суха. Шучу. Ну, то есть я на самом деле очень люблю готовить. И подписан на кулинаров, причем, ну, мужчин, да, которые готовят мясо. На самом деле мужчина должен готовить мясо, есть мясо. Вот. И как бы, да, я смотрю, наблюдаю за всем этим. А каким блюдом, Ксения, вас покорил, ваш супруг? Сейчас ее чуть-чуть озадачим. Ты пока режь полосками фольгу, чтобы там... Даже не обязательно в блюде было дело, потому что режь фольгу на кухне и больше ничего не делай, кроме борща. Это тоже секрет вот вечной идиллии в семье. Потому что я, наверное, нетипичная женщина, я готовлю редко, но метко. Как мой муж шутист, что он на мне женился только из-за борща. Ты же шутишь? Я рада, я все поспутил. Так, можно вопрос? Полосочки какой ширины? Чтобы ножку вот закрыть. Реши, сейчас закрыть. Да. Вот так, да? Вот так. Вот так. Ну, и странно, кто у вас хозяин на кухне? Беспрекословно. Подчиняюсь ему не только на сцене, но и на кухне. А вот для кого работать вместе? Прекрасным. Ну, можно я расскажу? Режиссер и автрица. Вот очень романтично. А насколько это вот романтично на деле? Когда я была маленькой, у меня родители тоже работали вместе. И... Ну, я не скажу, что это прям травма детская. Ну, все время дома они большую часть времени говорили о работе. Я думала, что когда я вырасту, я никогда в жизни не буду работать вместе с мужем, чтобы моим детям было больше внимания. Ну, как говорят, никогда не говори никогда. Мы, конечно же, приносим часть работы домой. Это, мне кажется, со всеми случается. Но стараемся это дело перевести в позитивный такой момент. То есть не скандалы тащим домой, а именно творческую часть. Потому что дома мы обсуждаем какие-то грядущие постановки, или задумки общие, или Андрей меня там правит по тексту, где-то еще что-то. Репетируем. Да, репетируем дома, не переставая. Ну, тогда больше на уровне разговоров и диалогов, да? Ну, да. То есть действием особо мы не разыгрываем сцены. Это более интеллектуальный процесс творческий. А как же начиналась ваша история любви? Какой это был момент? Что вы подумали, когда увидели в первый раз друг друга? Можно я скажу? Я подумала, зачем он идет в актеры? Зачем этот мальчик идет в актеры? Просто она уже была актрисой, когда я пришел поступать. Андрей, вы изначально когда были актером, получается? Сейчас я немножко предысторию. После того, как я закончила институт, и как раз в тот год образовался Арктический государственный институт культуры и искусств, нас с Аллой Бузмаковой пригласили в него преподавать сценическую речь. Мы сидели на приемной комиссии, потому что уже тогда на поток поставили выпуск новых актеров и режиссеров для «Республики». Это ребята, которые сейчас ведущие актеры нашего театра. Степан Кидоренко, заслуженный артист. Александр Свердюков, Марина Слепнева. В общем, ребята, которые составляют. Марина Слепнева училась со мной, не надо путать людей. Давайте чуть-чуть отвлечемся от разговоров. Сейчас следующий процесс. Вот мы сделали заготовки, теперь мы их так обсыпаем приправой. То есть на самом деле приправа тоже на такой момент. То есть каждый может по своему, скажем так, вкусу подобрать, что ему больше нравится. А, давайте я тогда смажу пока противень? Да, да, можно. А вы пока расскажите, что это за приправа? Здесь уже смесь перцев, карри, паприки и соль. Сразу. Можно, говорю, использовать носой, как говорится, цвет и вкус товарища нет, да? Каждый может для себя подобрать то, что ему больше нравится. Я справилась с золотинками. Сейчас, подожди. Скоро у тебя появятся новые задания. То есть вы подумали, что он актер? Он поступал на актерский и поступил в конечном счете же. Но ничто не предвещало, что этот молодой человек станет режиссером очень хорошим. Тем более станет отцом моим детям и моей судьбой. Так можно сказать про тебя? Можно. Можно. Мы впервые увиделись с ним на приемных экзаменах, да? Да. Театральный институт. Хотя я о нем уже слышала. Это такая история, о которой можно, наверное, и книгу написать, и кино, может быть, когда-нибудь. Пошли киносценарий. Я всегда это рассказываю, что у меня есть близкая моя подруга, с которой мы с третьего класса вообще не разлей вода. Все это время мы хотели быть сестрами. Все детство и вот, ну, прям, сестрами. Потому что такое единение, душ у нас. И как выяснилось, у нее большая семья. Двоюродные, троюродные братья, сестры, дяди, тети. И о том, что фамилия Габышева ей не чужая фамилия, о том, что это ее родня, я слышала. И я была знакома с ее прабабушкой, с ее бабушкой, с ее дядями, тетями. И практически со всеми из вот этой семьи успела познакомиться, кроме моих будущих свекров. И выяснилось, что... Делаем паузу. Следующий процесс. Это у нас сладкие чили, да? То есть, чтобы не очень острый был. Мы берем вот так вот, обмакиваем тоже. Вот так вот, прям вот так, да? Потому что он потом у нас в духовке будет закарамелизируется, да? Должен, по крайней мере. Красиво. Вот. Красиво. И вот так вот ставим ножки, вот фольгой закручиваем, чтобы она, когда у нас будет в духовке стоять, во-первых, не подгорела, а с другой стороны можно брать, ну, руками ее руки нежирные, как бы эстетическая составляющая такая немаловажная. Нарядные. Да, то есть, получается, надо вот аккуратненько ее завернуть, потому что она в процессе будет составлять вот визуал. Да, 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 да. Визуал и функционал тоже. Так, хорошо. Ксения, продолжай. Продолжаю, да. И как вот потом выяснилось, то есть Андрей – это троюродный брат моей той самой подруги. И мы как хотели быть сестрами, ну, может быть, не в прямом получается, я там путаюсь всегда с этими, вот кто кому кем приходится, но в наших детях течет одна кровь. Как это мило. Вообще. А с вашей стороны вот какая-то история была? Какая история была? Ну, с вашей точки зрения, как вы чувствовали вот эту ситуацию? Ага, на самом деле, как бы, на вступительных экзаменах я ничего, кроме волнения, не чувствовал. Процесс, скажем так, то, что это моя женщина. Процесс? Да. Осознай. Да, да, такая идея пришла в голову. Ну, был просто какой-то момент, когда я ее увидел, и почему-то вот я понял, что я буду с ней жить. Просто я не знаю, как вот просто это щелкнуло, и все, и как бы, ну, ничего там не было, даже разговора не было. И говорят, только поздоровались с ней, здравствуйте, Ксения. У них экзамен там был, она пришла, ну, как преподаватель на курсы старше принимать, и все, только поздоровался, как с преподавателями, и все. Но идея почему-то тогда, вот, говорю, щелкнула в голове, и все. И как бы забыли, прошло, она уже уехала в Москву. Десять лет прошло. А, то есть после этого еще десять лет прошло, вы десять лет не виделись, и спустя десять лет... Ну, примерно так. Я приезжала, я уже жила в Москве, приезжала. Я уже стал режиссером к тому времени. Да. Как раз мы сделали, открыли театр в Мирном, и пригласили Ксению на сезон поработать. На проект? На два месяца я туда приехала. На проект, да, «Снежную королеву» тогда выпускали. Вот вы какой хитрый, да, использовали свою профессию для того, чтобы приманить к себе. Как Андрей часто шутит, что он мастер многоходовок. Это вот как раз яркий пример того, как он продумывает вообще. А вы, ни в чем не подозревая, просто приехали в Мирный, сыграли. Устала от столичной суеты. Ну, на самом деле, это у меня был такой переломный момент в моей жизни, когда, знаете, бывают эти вот... Модное тогда слово было, да, у шифтинга. Когда вроде у тебя все прекрасно, ты в Москве, и у тебя есть определенные какие-то успехи. Ну, вот душе вот не хватает, потому что я работала не в театре, и меня это очень угнетало. Потому как один раз выйдя на сцену и вкусив, вот этот человек не может это забыть. И актеры, которые по ряду там причин уходят из профессии, потом говорят, да, ну, я не скучаю. Мне кажется, они лукавят, потому что это навсегда. Да, это любовь такая, что ты не можешь ее забыть. Она всегда будет эта рана открытая или затянувшаяся, она будет периодически напоминать о себе. И так все совпало, что поездка в Мирный, она для меня вот таким дауншифтингом была. Я ехала в Мирный на два месяца, на один проект. Но уже почему-то через два месяца у нас уже большие перемены были в жизни. Первая фраза была, когда она приехала в Мирный и пришла, ну, мы ее все встретили. Первый день он говорит, Андрей Григорьевич, вы на меня надолго не рассчитываете. Да. У меня планы, мне нужно строить семейную жизнь, в конце концов. У меня планы родить ребенка. На что я ей ответил? Он сказал, мы вам поможем. Мы вам поможем. И не обманул. Это я сказал без задней мысли, но все так и случилось. То есть ты приехала в ноябре, да? Да, в конце ноября. Вот у нас в декабре уже выпуск спектакля. Как бы вот во время репетиции уже на финишном прямой все как-то так стремительно случилось. Вот. Даже у меня, то есть в семье никто ничего не знает. Ну, потому что у меня же все здесь в Якутске, у нее все в Москве. Ну, тут уже где-то, когда это было, в декабре, да? В феврале, по-моему, я звоню маме, говорю, мам, ты скоро в очередной раз станешь бабушкой. Мама мне говорит, а ты откуда знаешь? В общем, штука в том, что параллельно, и можно сказать, за один день до этого, мой старший брат объявил, что она станет бабушкой. И она никак не могла подумать, что у меня здесь тоже что-то, ну, то есть в мирном. Вдруг. Семейная жизнь налаживается. Ничего себе, вот как интересно. А как вам удается на работе соблюдать вот эту вот какую-то субординацию? Есть ли у вас вот какие-то свои такие правила, отношения, там, допустим, как? Думаю, только у меня есть, но ее это не сдерживает, потому что им периодически надо успокаивать, говорить, сейчас все остальные актрисы выстроятся в очередь. Так, вот теперь можем вставить в духовку. Так, давайте пойдем откроем. Сейчас отправляем в духовку. А на сколько? Минуточку? А, ну, сейчас. Да, да, мы будем смотреть по готовности. А сколько примерно? Минут 2? Нет, 40, наверное, 30. 40, 30, хорошо. И на сколько мы духовочку вставили? На 180 градусов? Да, 180, 190. Так, мы отправили куриные чупа-чупсы в духовку. Примерно на 30 минут. До этого мы нагрели эту духовку до 180 градусов. Так что ждем, а пока за это время приготовим закусочки. Лайфхаки для хозяюшек. Чтобы отделить желток от белка, вам понадобится только чистая пластиковая бутылка. Аккуратно разбейте яйцо в тарелке. Бутылку слегка сожмите в руке. Поднесите горлышко к яичному желтку и слегка отпустите бутылку, чтобы желток попал внутрь. Выжмите желток на другую тарелку. Такая операция займет всего лишь 2 секунды. А сохранить бананы свежими дольше поможет скотч или пищевая пленка. Для этого нужно всего лишь плотно обмотать ножки бананов. И это действительно отлично работает. Чтобы быстрее разморозить мясо или курицу, многие хозяйки используют микроволновую печь. Но лучше это делать в посуде из нержавеющей стали. Чтобы быстро запечь картофель, нужно порезать его дольками и поставить в микроволновку на 5-6 минут. После чего можно ставить его в духовку. Есть способ легко почистить чеснок. Если положить его в банку и хорошенько потрясти. Также стоит добавлять чеснок в последнюю очередь. Очистите его заранее и оставьте ненадолго на столе, чтобы добавить в блюдо в самом конце. Дело в том, что чеснок быстро подгорает во время жарки. Темнеет и начинает горчить. Но это не все. В зубчиках чеснока содержится алин и энзим, которые при взаимодействии образуют полезное соединение алицин. Но пока чеснок не очищен, ферменты отделены друг от друга. Поэтому нужно заранее освободить зубчики, разорвав мембраны. Чтобы макароны не слипались, во время варки необходимо добавить в воду немного растительного масла. А также мешать их не ложкой, а вилочкой. Если хотите украсить стол пышными оладушками, то в просторах интернета советуют добавлять в тесто немного соды. Однако есть другой способ сделать их воздушными. Когда будете делать тесто, отделите белки от желтков и взбейте их. Ваше тесто будет насыщено маленькими пузырьками воздуха, практически невидимыми для человеческого глаза. Именно это сделает оладьи пышными. Если вы вдруг пересолили суп, то не паникуйте. Единственный способ исправить пересоленный суп – добавить в него больше воды или бульона. Приятного аппетита! А сейчас Ксения расскажет нам о своей закуске. Так, что же у нас будет? Закуска будет весьма легкая. Андрей Григорьевич, пожалуйста, помогите мне. Что сделать? Мы режем багет, такие бутербродики, которыми можно и столкность его украсить, и перекусить. И вместо масла вот такой вот прекрасный у нас сыр есть. Вот, видите, как все происходит в двойной семье. Потому что я, конечно, хочу и могу, но без Андрея я ничего сделать. Так, на 8, наверное, поставим, чтобы нагреть сковородку. Хорошо, если есть тостер, либо вот Андрея на день рождения по заказу подарили гриль, которому это быстро можно. Либо с двух сторон можно обжарить. Да, вот чем мы и будем сейчас заниматься. Главное, без масла. Без масла, да, чтобы хлеб немножко подсушился. Даже, наверное, не до корочки, но во всяком случае, чтобы хрустеть. Чуть-чуть хрустеть. Чуть-чуть, чтобы хрустеть. Я даже обожаю всякие тосты, мне очень нравится. А вот скажите, как ваша профессия вообще влияет на вашу жизнь? Почему из всех профессий вы выбрали именно работу в театре? Я ее не выбирала. Наверное, она меня выбрала. Но это из той серии, что от судьбы, может быть, не уйдешь. Я хотела быть милиционером. Когда я заканчивала школу, как раз вот за год до этого открылась у нас Академия МВД школа. Милиция раньше называлась. И это было очень такое модное веяние. Все туда собирались. Вот ребята со старших классов ушли. И мы тоже были милиционерами. Служить в милиции тогда еще. Но так как детей, которые хорошо читают стихи, всегда привлекают в школе ко всяким творческим конкурсам и мероприятиям, я с первого класса занималась в театральной студии школьной. Мы выпускали спектакли. До класса, наверное, пятого я была то Аленушкой, и то какой-нибудь девочкой Оленькой с банчиками. И вот после пятого класса, как пошла у меня полоса Бабы-Яги. И до сих пор продолжается, собственно. И мы уже в одиннадцатом классе, я училась, мы играли спектакль. И после спектакля новогоднего ко мне подошла женщина и говорит, «Вы школу заканчиваете куда?» Кто-то из родителей детей, я говорю, я в милицию пойду, пусть мне на ум. И она говорит, вы что? Вы же в театральной. Театральной, что ли? Ну как-то в моей семье, как мне казалось, не было людей, связанных с театром. Но это мне тогда казалось. Просто тайны семейные открылись намного позже. И я подумала, ну я схожу, я посмотрю. И Юрий Николаевич Козловский, он проводил предварительные консультации. И как-то вот так вот, ну, наверное, смог во мне что-то увидеть, потому что в период вот этого вот бунтарства я была и так не очень, наверное, как сказать-то, как сказать-то, слово хочу подобрать, но чтобы и себя не обидеть, а не донести мысль о том, что, ну, вот актрисы, в моем понимании, тогда были, ну, это, знаете, вот, Невотеихова, Алферова, вот такая нежность, утонченность. Хотя у меня тут пять сережек, тут четыре, вот такие ботинки на платформе, пояс какой-то с заклепками. Такая пришла тетенька маленькая, у которой казалось, что она очень крутая. Но Юрий Николаевич вот как-то у меня так и расположил, и заинтересовал тем, что, в общем-то, стоит попробовать. И тогда вот пришлось надеть юбочку уже, прийти как девочка на показ. Не отвлекайтесь. Не отвлекаемся, не отвлекаемся. На самом деле у меня аналогичная ситуация, только чуть дольше она длилась. Также после школы я думал поступать в школу милиции, кстати. В итоге я поступал и на инженерно-технический, и на юридический. Ну, просто душа-то не горела, на самом деле, не болела, не хотелось, желания особого не было. Пойду, поступлю, попробую. И никуда не поступал. То есть, но зато вот так взяли меня в актерское. То есть, я 2-3 года примерно бегал от своей судьбы, но судьба меня привела все равно в актерскую профессию. А позже я уже в третьем курсе перевелся на режиссуру. Ну, как-то так, если коротко. Так, может, я вот вилочку или лопаточку? Да, ну, лучше, наверное, ну, как вы думаете? Сейчас видно дым вот этот, нет? Скажите мне. Андрей Григорьевич? Ничего страшного. Ничего, да? Ничего страшного. Ну, зато какой аромат. Да, можно чуть поменьше просто огонь сделать. Давайте я вот сделаю чуть поменьше. Да, все. Вот на это у меня тоже мозгов еще куда нажимаешь. Все хорошо, да. Так, достаточно? Достаточно, да. Чтоб не испортить, да? А в работе вы тоже вот так вот, допустим, прислушиваетесь? Или так бывает, так раз, я не буду делать так, как ты хочешь? Всяко бывает. Всяко бывает. Я вот хочу тоже ставить к предыдущему одному из предыдущих вопросов о том, что вот, как Андрей говорит, что иногда меня не останавливает на работе то, что он все-таки режиссер и актриса. А его иногда не останавливает, что ему жена, а он не муж, потому что он ко мне на сцене достаточно строг и суров. И может прям такие замечания делать, которые дома не делает. Когда я работаю, он так... Ну, может, что достаточно. Это ты сейчас про тему о том, как ты меня прослышишь, или про хлеб все-таки. Да. А расскажите, вот, как сделать так, чтобы актер быстрее вошел в роль? Например, есть какие-то вот лайфхаки, секреты? Как вот это можно сделать? Это сейчас вопрос ко мне. Это сейчас вопрос к вам. Как вот со стороны режиссера и вот со стороны актрисы как это все происходит? На самом деле, ну, лично для меня, как для режиссера, важнее разобрать, как бы, ну, читаешь, когда пьесу, да, разбираешь по действию и по тому, что происходит в пьесе, что зарождается, ну, происходит между актерами, между персонажами. А работа актера над ролью, над образом – это непосредственно работа актера. То есть, о чем Станиславский в свое время писал. Есть определенный том – работа актера над ролью, над образом. И работа над собой. Это разные, да. Как-то так. То есть, ну, другое дело, что можно участок, конечно, помогать актеру в том плане, что, ну, нет, что-то здесь не хватает. Давай попробуем это чуть-чуть по-другому. Ну, это так, не конкретно. Вот рельса, по которым должен направлять, да, актера, а актер деревянная марионетка, нет, это должна быть воля определенная. Потому что актер – это, ну, то есть, не кукла, это тоже творец. Ну, то есть, мы занимаемся творчеством вместе. Ну, я имею в виду сейчас вообще понятие режиссера и актера, а не только себя и жену, да. Ну, то есть, то, что мы создаем образы и спектакли, все вместе мы все участвуем в одном процессе. Когда вот я поступила в театральный, одна из моих подруг поступила на юридический, хотя у нее данные вообще просто, ну, богом поцелованный человек. И она могла бы быть очень крутой актрисой, но ее близкие… Она даже со мной была записана на эти консультации, она приходила, Юрий Николаевич очень долго ее вспоминал, потом, а где же вот ваша подруга вот эта вот, почему она так и не пришла? Но мы же во многом зависим от родителей, я не знаю, от какого-то вот окружения своего. И ее семья не поддержала ее в том, чтобы ей стать актрисой. Очень много таких примеров, потому что такая фраза была произнесена. Что это за профессия вообще? Вы ходите, кривляетесь там на сцене какие-то, я не знаю, в цирк еще пойдите работать. Ну, или какой-то такой мем ходит по интернету. Учись хорошо, а ты будешь как дурак в театре работать. Какое-то отношение такое немножко, ну, я не скажу пренебрежительное, ну, как людям иногда со стороны, людям там с другим складом ума кажется, что ничего сложного в этом нет. А ведь на самом деле мы не просто так учимся, это высшее образование, мы учимся этой работе много лет и продолжаем учиться, даже когда заканчиваем институт. Потому что вот как раз эти моменты для того, чтобы роль там получилась, пошла, задействованы ведь не только тело твое физическим в каком-то плане, а душа. Душа наша и психофизический аппарат, когда у нас прям вот эти вот отрывки, этюды на состояние, да, то есть сыграть, выйти, сыграть смерть ребенка. Ну, как это? Ну, это, я не знаю, в кино показывают, что там луком помазать, выйти в соплях, в слезах вам это сделать. Это же не так делается. То есть мы присваиваем это состояние в предлагаемых обстоятельствах, чтобы это прожить, пережить. И часто, конечно, случаются потом какие-то срывы у актеров, потому что степень погружения в эту глубину, она бывает просто запредельной. Очень сложно из этого иногда бывает выйти, но опять же, это элемент профессии. Оставлять все на сцене, сыграв вот такие вот трагические какие-то вещи или, наоборот, какое-то счастье там или еще. Почему люди верят актерам, это, мне кажется, напрямую зависит от способности это состояние прожить актерски и донести до зала. Поэтому, когда, сейчас договорю, когда вот говорят, как вот роль, да, вот что помогает? Помогает багаж определенный жизненный, да, какие-то вот жизненные ситуации. Мы же, я иногда ловлю себя на том, что в любой ситуации, в которой я попадаю в семье, на улице, не знаю, ну вот, даже вот сейчас, да, я запоминаю эти ощущения физически и внутри. Потому что вдруг мне придется когда-нибудь играть повара великолепного, вообще просто, который взял и сделал куриные чупа-чупсы. А как я это буду делать? Я буду вспоминать, как я здесь у вас на кухне в студии вот резала багет и сжигала его на сковородке. А сейчас будет рекламная пауза, после которой мы, конечно же, обязательно вернемся. Это, получается, у вас такой есть внутренний чемоданчик. Да, именно. В который вы складываете эмоции, так раз, какое-то вот потрясение случилось, вместо того, чтобы его попытаться как-то убрать подальше, вы его стараетесь прожить, прочувствовать. Запомнить. И такие, хоп, чемоданчик положили, а потом, если что, открыли этот чемоданчик и выпускаете эти эмоции. Это вот техника, да, определенная, потому что, ну, как, можно скопировать чужую какую-то эмоцию, не знаю, не люблю слово эмоции, скопировать чужой рисунок в роли, потому что иногда вот классику дают тебе играть, да, и актеры начинают просматривать в интернетик. А как там вот сыграл, я не знаю, Хартьян? А как там сыграл, я не знаю, Тажал Ферова? Ну, это неправильно, потому что мы же разные, и мы по-разному это проживаем, по-разному можем донести. Тут просто момент такой, что ты, да, достаешь из этого чемоданчика какое-то вот свое проживание, переживание, свою ситуацию и подкладываешь ее как раз вот в те предлагаемые обстоятельства, которые задает пьеса, которую я построил режиссер. Боже, как я долго говорила, как умно говорила. Андрей, а какую бы вы хотели сделать постановку, в которой главную роль бы сыграла Ксения? Подождите, подождите, я послушаю. Что за это? Есть в мире много постановок, вот прям бы, вот какую вы бы поставили, чтобы вот главную роль, допустим, сыграла Ксения? А жена знает, какую я на нее главную роль хочу поставить, но, как я ей говорю, это еще не выросло. Ты по-другому говоришь, сейчас я не знаю, что ты тут придумал. Ну, нет, не выросла в плане возраста, да? Такой есть устоявшаяся какой-то вот форма, что режиссер и актриса, и он ставит на нее. Да. И он снимает ее, и он подносит ее, боготворит ее на руках, там, да, в прямом переносном смысле. Да, да, да. Катерине, нашей старшей дочери, 11 лет, и это практически будет 11, да? Ну, значит, будет 11 лет, тоже 12, как мы вместе. И вот за это время, если брать отношения режиссера Габышева и актрисы Зыковой, я сыграла у Андрея в трех спектаклях. Как в трех? Ну, давай посчитаем. Снежная королева, раз. А, ну, хорошо. Я что-то в тот период Мирненский немножко выкинула из головы. Ну, хорошо, четыре. Мирандолина, что еще? Вот про Мирандолину, это моя единственная главная роль за все эти годы в статусе жены режиссера Габышева. Мирандолину начинал вообще другой режиссер, там было два состава, и сказать, что вот он поставил на меня этот спектакль, это было бы неправдой. Вот. А вот в дальнейшем периоде, ну, он меня берет в какие-то спектакли, ну, почему-то, не знаю, может, со стороны так кажется, что вот это потому, что я его жена. Но Андрей не так давно давал интервью и говорил о том, что он, оно так еще называлось очень громко, это интервью, что он не дает жене главные роли. Да. Прям вот как-то сразу, сразу вот на всю жизнь такая программа. Он меня берет, конечно, в свой спектакль там, где он меня действительно видит, вот что я и вот никто. И когда он делится там какими-то своими планами, что он будет ставить вот это, будет ставить вот это, я говорю, а вот это кто? Это вот та, а это вот та, и так. Мне, конечно, становится немножко грустно, потому что я думаю, что я бы тоже могла, но я ему доверяю как режиссеру в первую очередь, потому что он знает, где я уместно, где я сделаю все для того, чтобы спектакль, ну, и могу себя заявить и укрепить там его постановку. То есть где я могу быть ему необходимой, четыре раза так было. А какая все-таки постановка планируется или вы вот хотите поставить, чтобы главная роль была именно Ксения? Ну, как я говорю уже, она почему-то не рассказала про это, мы с ней разговаривали уже на эту тему, что я говорю. У меня есть мечта поставить «Мамашу Кураж» Бертольта Брехта, где ты сыграешь «Мамашу Кураж». Ну, само собой, «Мамаша Кураж» уже в возрасте, женщина, и мы придем к этому спектаклю, но чуть позже, да? Доживем до этих лет. Осталось всего каких-то 20 лет, и у нее будет главная роль. И сыграем «Мамашу Кураж», да. Ну, на самом деле, очень мощное, мне кажется, произведение, где Ксения могла бы очень хорошо сыграть. Ну, не только в этом произведении, само собой, она всегда хороша. То есть это один из факторов, почему все-таки у нас такая семья, потому что мы себя друг друга понимаем хорошо, потому что она очень талантливая актриса. Из-за этого я на ней женился, да. Борщ – талантливая актриса, и еще папа хороший. Вот. Что еще хотел сказать? А, и еще помимо того, что она талантливая актриса, мы очень, так скажем, сотрудничество у нас очень хорошее. То есть не только на сцене рожать, да, и не только детей рожать, но, как наш первый опыт в плане драматургии, был Иван Сергеевич и Серый Волк. Да, это была пьеса по русским народным сказкам. То есть у меня было задание сделать русскую народную сказку. Я начал читать, ну, пьесы искать, а пьес нет таких, ну, странно, парадокс. Начал перечитывать просто сказки русские народные. То есть одно дело, в детстве их слушаешь, да, нормально, а потом начал читать там столько жестокости. То есть я говорю, надо, Ксюша, там, наверное, взять какую-то пьесу, сказку изначальную и из нее самим сделать пьесу. Вот мы остановились на Иван Сергеевича. Так, давайте к процессу переступим, да? Давайте. Давайте, что делать? Я буду сейчас творожным сыром покрывать, не до толстых. Вот, и первый наш опыт в плане драматурги – это был как раз Иван Сергеевич и Серый Волк. Достаточно очень интересная и веселая сказка получилась. Да, можешь рассказать про этот процесс? Сказка получилась музыкальная, яркая. Андрей ее поставил в таком, в такой форме игры с комарохов на ярмарке. То есть здесь и сейчас актеры из комарохов превращались в героев, меняли костюмы. Ну, вот как вот раньше это происходило на ярмарках. Все одни и те же люди вроде как играют, но в разных ролях сразу же одновременно появляются. И тогда это был, наверное, как раз первый наш такой опыт. Ну, мюзиклом я бы это не назвала, но музыкальный спектакль, да, наверное, так было бы правильнее. Но спектакль был очень хорошо принят и публикой, и как-то в театре, и ребятам. Мне кажется, было очень интересно там существовать. Достаточно долго они, кстати, его еще и играли после нашего отъезда. Да, мы уже не работали в мир. Там же составы поменялись. Составы, и художественный руководитель сменился в театре, и режиссер был другой. Но спектакль очень долго не списывали, потому что он пользовался этим успехом. А что вот у вас еще планируется впереди? Вот какие-то постановки, что-то новое? Как вот театр пытается завлечь эту аудиторию, которая сидит в телефонах постоянно? Ну, когда нас пригласил Александр Ильич Лобанов в Якутск работать, мы как-то не думали, что, ну, сейчас, наверное, громко говорить так не хотелось бы, но какую-то новую волну всколыхнули мы в театре тем, что Андрей, когда приехал, он сказал, все, никаких фонограмм, мы поем вживую в театре. И я понимаю, что это не новое какое-то такое вот было решение, но, во всяком случае, сказки, спектакли в большинстве своем, вот до приезда Андрея, они, ну, по техническим причинам по каким-то, потому что все-таки у нас и сцена не так оборудована, как в музыкальном театре, акустика достаточно такая. Микрофонов не было, там какие-то вот такие вот мелочи-мелочи, но, по сути, да, не было, все сказки игрались под фонограмму. И это очень чувствуется на самом деле, может быть, со сцены как-то актерам не слышно, когда ты сидишь в зале, и люди говорят своими голосами, они начинают петь вот так, ну, немножко такое ощущение странное. Ну, и при этом у нас очень хорошие актеры, они талантливые и обладают необходимыми навыками танцевальными и вокальными. Иногда они об этом забывают, потому что они, ну, как сказать, часто не востребованы здесь. Ну, я сейчас говорю здесь, имея в виду, в Москве актеры всегда в форме, вот просто всегда, потому что там высочайшая конкуренция, и если ты говоришь, что я не пою, у тебя просто не будет в этом проекте, и все, или ты говоришь, я не могу, я не танцую, у меня там спина болит, или еще что-то, тебя моментально заменят, и поэтому, конечно, вот там конкуренция большая, поэтому там надо быть всегда в форме. А здесь как-то немножко расслабляешься, потому что нас, конечно, много в труппе, да, но, тем не менее, ты, кажется, здесь, ну, на другом положении, что ли, вот, а тут как-то Андрей сказал всем петь, и все запели, и затанцевали. Даже те, кто не пел, вдруг запели, оказывается, как оказалось. Вот, и вот эти сказки, я сейчас говорю конкретно про спектакли режиссера Габышева, они все идут с живым звуком, так как Алиса, приключения Алисы, это лучший детский спектакль фестиваля «Желанный берег-2019» по всем театрам республики, вообще-то фестиваль международный, ну, так, небольшое хвостовство про супруга, и «Золушка» идет с живым звуком, и следующий спектакль, который выйдет буквально через несколько дней. 21 марта, на 21 марта назначена премьера детского музыкального спектакля «Незнайка». То есть приходите, я думаю, что будет тоже очень интересно и детям, и взрослым. А почему вот вы решили ставить именно сказки? С чем это связано? Ну, то есть не то, чтобы я решил ставить сказки, я буду ставить только сказки. Просто так совпадает то, что выпадает очередь, ну, приходит время, ну, то есть взрослый, там, как бы чередуется, да, взрослый, детский, взрослый, детский. По плану. И так почему-то, ну, попадает в очередь, у меня выпадает на детский спектакль. Здесь, наверное, уместно было бы сказать. То есть это стечение обстоятельств, наверное, какое-то, ну, я считаю, что на самом деле достаточно интересно ставить сказки, в таком плане, что это больше полет фантазии, чем во взрослом спектакле. Да, взрослые более серьезные, может быть, психологически тяжелее спектакль, но в плане фантазии сказки больше дают простора, да? А что для вас важно, вот, как, допустим, для тех людей, которые работают на сцене, там, за сценой, вот, что должно быть у зрителя, с каким вот ощущением он должен покинуть этот зал, вот, какая цель есть? Если мы говорим о сказках, то я думаю, что детям просто должно очень все понравиться, они должны выйти довольны, а взрослые должны вспомнить свое детство, как бы стать, когда сказка началась, да, он должен тоже стать ребенком в этот момент, то есть вспомнить свое детство. Вот, мне кажется, главная задача. Как привлекать вот детей к театру? Как вот их учить тому, чтобы они посещали все-таки спектакли различные? Потому что сейчас многие из них сидят в телефонах, и это достаточно сложно сделать. Как вот театр, может быть, сам меняется, постановки, может, как-то меняются? На самом деле, да, конечно, сложно привлечь зрителя, но я думаю, что это не от того, что время, технологии какие-то, и не только в телефоне себя, это всегда было. Нет, ну, наверное, истина посередине в том плане, что... А сейчас того, что выход в интернет доступен, ну, с младенчеством, по сути, потому что иногда так родители, ну, пытаются освободить себе жизненное пространство, ребенок орет, на тебе телефон, и все. И, конечно, он погружается туда, его оттуда очень сложно. В принципе, с утра он его уже, то есть он может себе набрать в интернете, какие он хочет мультики смотреть, и во двор даже не выходить, да, поиграть с друзьями. Ну, да, сместились вот эти вот какие-то и приоритеты, и интересы, и я думаю, что конкурировать с этим просто бесполезно, но мы можем сотрудничать, так скажем, да, и вот если брать постановку «Приключения Алисы», там какие-то вот эти вот костюмы, декорации совершенно нетипичные и для вот Гарри Тевни Пушкина, да, вот я бы сейчас про детские спектакли говорю, и, в принципе, для, ну, какого-то восприятия детских сказок. И детям это интересно, и взрослым это интересно, и тем, что ты на их языке в какой-то момент начинаешь разговаривать, тем ты, естественно, их можешь тоже к себе расположить, и им захочется узнать, а что же дальше, посмотреть еще что-то. А если мы начинаем все-таки ребенка воспитывать с детства, показывая ему хорошую драматургию, прививая любовь к литературе тем самым. А пока мы здесь все готовим, предлагаю прерваться буквально на несколько минут. Вот как говорят, что театр отомрет, и все это, прошел век, сейчас все другое, вот интерактивные, там роботы светящиеся, голограммы по сцене ходят, но театр, он никогда не перестанет быть актуальным. И самое главное, что в разнообразии, надо тут следить за репертуаром и за стилистикой спектаклей, чтобы в разных направлениях развиваться. Это очень важный фактор разнообразия, потому что для каждого спектакля есть свой зритель. Допустим, много людей, кто предпочитает идти на «Чайку», классику, а кто-то предпочитает пойти на «Мертвые души» Потапова, которые очень неординарны. Что-то же классика в прочтении. В прочтении совсем не классика. Абсолютно космическая разница между трактовками. Потому что Сергей Потапов, мы все знаем, признанный нынешний наш современный гений, и с ним большое удовольствие работать, и я массу удовольствия получила. И мне спектакль нравится, я сейчас сказал это вслух, мне очень нравится, Сережа, спектакль. Но есть люди, которые вот прямо, вот настолько волна, возмущение, да что, как-то... И это тоже нормально, потому что у нас у каждого свое отношение. Булгаков, это, кстати, пьеса Булгакова по произведению Гоголя. И вот что вы с этим сделали, это нельзя, хочется помыться. Зомби, вампиры. Этот спектакль равнодушным вообще никого не оставляет. Люди выходят либо с восторгом, либо вот так. Ну, это отклик, это живая реакция зрительская. А в барышне-крестьянке он легкий такой у нас, веселый. Актеры просто с восторгом там существуют, и это видно. И энергетику, которую они отдают залу, она возвращается в 500-кратном размере оттуда. И в конце зрители долго не уходит, и как-то вот... Ну, это что касается прочтения, вроде бы, знакомых нам с детства произведений, которые мы так знаем, а тут они раз и по-другому. И вот зритель приходит или на то, или на другой. И таким образом, грамотно расставив какие-то акценты, мы привлекаем разные свои населения. Господи, опять я так долго говорил. Пришло время готовить десерт. А давайте проверим куку... Кукурузу? Куриные чебачоксики делайте куку-ку. Ну, они уже подходят, вот, в принципе, да? Как раз ты сделаешь десерт, и куриные чебачоксы будут готовы. А, давай. И мы пока еще тут разложим путербродики красивенько. Расскажите, откуда этот рецепт? Где вы нашли, и почему вот именно такая закусочка? Это старинный семейный рецепт, секретно-ингредиентный, опять же. Ну, на самом деле, это достаточно распространенная в студенческих кругах закуска, потому что практически из ничего. Ну, как, все равно это творожный сыр, ну, сливочный, я думаю, студенты... Не все студенты могут себе позволить творожный сыр. И кабачковую икру домашнюю. Домашняя кабачковая икра, зелень, ну, пока не домашняя. Зелень можно, в общем-то, в любом месте приобретать. В этом нет ничего секретного. На самом деле, я люблю готовить с творогом. Ну, вот вместо творожного сыра просто покупаешь творог мягкий. Летом, как правило, со своими огурцами с огородой. Берешь, можно чуть-чуть чесночка добавить, укропа. И блендером все это взбиваешь, то есть до однородной массы. И используешь вместо масла еще более полезное, еще более вкусное. Еще чуть-чуть соли, кстати. Ой, как захотелось сразу твоего вот этого бесподобного. Творожную массу. Да, твои творожные массы. Я вижу, что у нас есть уже для десерта такие вот ингредиенты. Да, ну, так как мы, в общем-то, достаточно взрослые, чтобы говорить, что в нашем детстве сникерсы, марсы, они как будто бы были. Но вот мой самый любимый десерт с раннего детства, я уж не знаю, сколько лет меня мама этим кормила, это ягоды со сгущёнкой. И это настолько вот ассоциируется у меня как раз с тем счастливым периодом, с тем солнечным, ярким детством, что я могу есть это бесконечно. Только в детстве в приоритете была все-таки брусника. Да, брусника, конечно. А сейчас мы используем чёрную смородину. Мы сейчас, да, будем сегодня использовать. Ну, то есть любая ягода, в принципе, со сгущёнкой, она будет хороша. Из моего детства это брусника. Надо попробовать обязательно с брусникой, потому что это, ну, не знаю даже с чем сравнить. Я предпочитал бруснику с сахаром в детстве. Ну, и там много, кстати, было вариантов брусника с сахаром, и со сметаной с сахаром, и по-разному. Ну, вот это вот доставалось крайне редко, потому что в те лихие годы не так просто было пойти и купить. Наверное, родители могли больше об этом рассказать. Ну, они старались, чтобы у нас это было. Зимой у мамы готовила, вот, в выходные дни пекла сдобу, и вот эти воскресные утра, зимние в Якутске, ассоциировались у меня с тем, что ты не идёшь в школу, и можно поспать. Ты просыпаешься от этого запаха вот этой вот сдобы маминой, и потом после того, как ты позавтракаешь, тебе вот так вот берут счастье, добавляют ягоды. Ягодки очень полезные, ну, вот, со сгущёнкой они вкусные. Ой, это просто вот... И вот так вот сверху, как шапочку, да, мы добавляем? Да, это просто берётся и заливается сверху, оно туда проникает вовнутрь. То есть оно должно прям так пропитаться хорошенько, да? Ну, вот у меня почему-то два к одному любимый был коктейль. Два чего к одному? Сгущёнки два. Хотелось бы мне вот вернуться, да, к теме театра и сказать о том, что... Вот многие почему-то думают о том, что театр, он, как бы, вот как вы сказали, перестанет существовать, но мне кажется, почему-то наоборот, потому что когда вот ты сидишь вот в гаджетах, вот общаешься в гаджетах, тебе хочется чего-то такого эмоционального, чего-то такого живого, и в театре ты как будто бы вот это дополучаешь. И действительно, я с возрастом и стала осознаннее ходить в театр, то есть я уже понимаю, что нужно периодически так душевно отдыхать. Вот это помогает высвободить какую-то энергию внутреннюю, усталость или ещё что-то вот... Ходила на спектакль «Колека из Анишмана», просто у меня вообще было невероятное чувство, я не могла его описать и что со мной происходит, но я ревела, потом ещё пять минут. Это было очень здорово. И вот русский театр, наверное, он такой очень душевный, да, в этом плане. Очень душевный, и там вот можно найти какие-то такие спектакли, которые действительно будешь посещать потом ещё очень-очень долго, и каждый раз они будут выглядеть по-разному. Мне бы хотелось бы задать вопрос, с каких спектаклей лучше всего начинать своё знакомство вот именно с русским театром? Вот опять же, здесь однозначно не ответишь, потому что все мы разные, и то, что близко мне, да, или Андрею, ну, всем нам, оно не обязательно будет так же близко кому-то другому. Ну вот какой-нибудь стандартный такой список, который, в принципе, и вот состоит из трёх, допустим, спектаклей, которые стоит посетить вот при знакомстве. Допустим, я считаю, что одни из таких спектаклей, на которые каждый зритель должен сходить, это, допустим, та же «Капитанская дочка», то есть «Два берега одной победы», которые просто затрагивают очень важные темы и сделаны достаточно качественно. Ну, это Андрей Борисов, они не могут быть сделаны по-другому. И, конечно, «Два берега одной победы» – это визитная карточка театра. «Капитанская дочка» – это тоже визитная карточка театра имени Пушкина. И спектакль «Созвездие Марии», в котором и исторические персонажи, и узнаваемый герой. Потом есть такой спектакль, как «Отчий чёрный», который, я считаю, невероятно сложный и сделанный просто филигранно. Как там играют наши актрисы – великолепно. То есть я считаю, что это тоже должно. Там есть свой определённый возрастной ценз, но кто уже его достиг, должен сходить обязательно. Затронут тему очень-таки достаточно. Куприн – яма. Это надо видеть, я считаю. Я ходила, между прочим, и мне очень сильно понравилось. Я вышла с таким… Ну, я была под впечатлением достаточно. Очень долгое время. То есть послевкусие длилось прилично. Вот, давайте же мы посмотрим, как у нас там курочка наша, куриные чупа-чупсы. И, думаю, будем пробовать.